Добрый вечер. Это проект в центре в студии Сергея Брага. В Москве открылся Центр содействия социально-экономическому развитию Приднестровья. У нас в гостях его руководитель Владислав Волков. Добрый вечер, Владислав Борисович. Добрый вечер. Владислав Борисович, для чего и зачем это было сделано? Идея создания была уже давно. Учитывая то, что сам я родился в Приднестровье, долгое время проживаю в Российской Федерации, а именно в городе Москве, там же и работаю, но корни все равно отсюда. Здесь проживает моя мама, бабушка, сестра, друзья с кем учился в школе. Поэтому, учитывая то, что большое количество друзей также и переехало в Москву, и у нас эта идея возникла буквально вот в прошлом году, когда в республике прошли выборы. И объединив усилия свои, мы подготовили и подали документы в Министерство юстиции, и была создана данная организация. Буквально в ноябре 2012 года мы прошли регистрацию в Министерстве юстиции города Москвы по инициативе граждан, имеющих какое-либо отношение к Приднестровской Молдавской Республике. Так же учредители являются тоже граждане и выходцы из Приднестровья. Я являюсь руководителем данной организации. И у нас есть желание оказать содействие руководству республики, гражданам республики, которые посещают Российскую Федерацию, а именно проезжая через Москву или же останавливаясь там на работе, трудоустраиваясь на работу, и для оказания какой-либо помощи тем гражданам, которые попадают в какую-либо трудную ситуацию, чтобы им было куда прийти. Как у многих республик, стран имеются свои посольства. В Приднестровье подобной организации, она не представлена в Российской Федерации. В чем вообще будет выражаться это содействие? Вот допустим, приехал приднестровский гастарбайтер в Белокаменную и... Если у него есть какие-либо проблемы, связанные там, я не знаю, с правоохранительными органами, либо он попал в какую-то ситуацию сложную для него, в которой он сам разобраться не сможет. Мы готовы, у нас есть юристы, это тоже выходцы из Приднестровья, люди, которые квалифицированные юристы, готовы оказать помощь абсолютно бесплатную. Ну вот скептики, которые, может быть, тоже смотрят нашу передачу, они посмотрят и скажут, ну вот зачем оно вам надо? Не все ли равно вам, что будут делать там ваши сограждане? Не все ли равно, как будет развиваться та же самая республика? Нет, для меня не все равно. И членам нашей организации не все равно. Так и члены организации, они также здесь имеют родственников, также имеют друзей. И также попадали в какие-либо передряги, в те ситуации, когда им хотелось куда-либо обратиться, а идти некуда. Как я знаю, многие пытались создавать аналогичные организации, но это все были либо какие-то предвыборные позывы, либо еще связано с чем-либо. С каким желанием непонятно, но такой организации не представлено. Сколько сейчас человек в этой организации и планируете ли вы расширяться? Учитывая то, что мы только открылись и деятельность свою начали буквально с середины декабря, численность уже 25 человек. В основном как бы через социальные сети мы находим людей, которые находятся в Москве, под ближайшим Подмосковье, Калугу, Тверь. В республике нашей вы тоже открыли филиал, насколько я знаю. Да, на территории республики мы зарегистрировали уже в Министерстве юстиции филиал организации. Сейчас идут подготовительные моменты, связанные с предоставлением помещения, но власти обещали его предоставить в ближайшее время. С руководителем филиала мы уже определились и осталось дело только вот за малым. Организационные моменты. А филиал нам необходим для того, чтобы был более быстрый обмен информацией между республикой и Москвой. Вы в Москве живете уже продолжительное время. С чем чаще всего сталкиваются наши преднестровцы там? С какими проблемами? В основном связано это с обманом. Люди приезжают что-либо продать, чтобы заработать деньги, но и очень часто их обманывают. Граждане, там не обязательно Российской Федерации, есть и другие граждане. И людям просто-напросто хочется обратиться к кому-либо за помощью, чтобы как-то в рамках законодательства вернуть свои заработанные средства, ну и наказать обидчиков. Отношение к преднестровцам в Москве, оно такое же самое, как гражданам Молдовы, гражданам Украины или может быть какое-то особое? Вот это тоже одна из задач нашей организации, чтобы о республике слышали. И слышали почаще, и не просто слышали, а знали, что на территории республики проживает большое количество, это более 170 тысяч граждан Российской Федерации, у которых также возникают проблемы с оформлением и переоформлением российских паспортов. И мы как бы хотим обратить внимание также руководству Российской Федерации на существующие проблемы в республике. Это может быть выражено в каких-либо акциях протеста, митингах у территории посольств тех государств, которые негативно высказываются в адрес республики, либо мешают созданию благоприятных условий на территории республики или также другие моменты. Судя по названию организации, вы намерены не только уделять внимание проблемам отдельного гражданина Приднестровско-Молдавской Республики, которые находятся в Российской Федерации, но и в том числе содействовать вообще развитию республики. В чем вы видите развитие нашего государства? На сегодняшний день, с учетом названия нашей организации, основной приоритет – это социальная направленность. Здоровая республика тогда, когда в ней здоровые и умные граждане, которые могут управлять республикой, управлять какими-либо предприятиями, учреждениями. И чтобы все это было грамотно, для этого люди должны обучаться не только на территории республики, но и за ее пределами, дабы увеличить свой кругозор и познание. И также, чтобы с собой привозить сюда, в республику, какие-то инновационные технологии, знания, для того, чтобы внедрять их здесь, непосредственно на территории Приднестровской Молдавской Республики. И приоритет у нас – это образование и здравоохранение. На сегодняшний день мы подписали уже соглашение о сотрудничестве с рядом российских университетов. Это ведущие вузы. Один из таких, как Южно-Российский университет экономики и сервиса. Университет готовит экономистов, также готовит людей, выпускники, имеют прямое отношение к сфере обслуживания. И мы планируем начать свою деятельность. Первое – это мероприятие, связанное с повышением квалификации преподавателей высшей школы и выездами ее на территорию Российской Федерации, предоставление всех условий за счет нашей организации и непосредственно тех граждан, которые являются членами нашей организации. Они также оказывают посильную помощь, выраженную членскими взносами. Но и на свое усмотрение, и по своему желанию. За счет этих средств мы будем предоставлять проживание, питание. И также самое основное – это повышать квалификацию преподавателей. Вы сталкивались с российскими чиновниками. Как они относятся к вашей инициативе, тот же самый Минюст, и как они вообще относятся к Приднестровью? Вполне положительно. Учитывая то, что мы представлять будем интересы граждан целой республики, которая находится далеко, полторы тысячи, в принципе, от России. А в Москве представлено сегодня большое количество землячеств, различных диаспор тех республик, которые находятся в составе Российской Федерации. Они не испытывают. И граждане такие трудности, как испытывают граждане здесь, те граждане не испытывают. А сколько примерно граждан Приднестровья находится в Москве? Есть такая статистика? Вы знаете, мы еще этим не занимались, но порядка 100 тысяч человек. Примерно, пока. Как нас заверили в органах статистики. В Москве где можно обратиться к вам? В Москве можно обратиться. У нас на сайте непосредственно есть все координаты. Есть адрес, есть телефон, есть адрес электронной почты, куда любой гражданин может с любой точки мира прислать свое обращение. Туда они в основном уже и поступают. В том числе и с Приднестровья, ну и от тех, кто хотел бы вступить в нашу организацию. С подобными организациями, которые представляют интересы диаспор в Москве других, вы намерены сотрудничать? Да, мы готовы со всеми сотрудничать, кто разделяет интересы нашей организации. Ну и разумеется, чтобы как-то цели и задачи были схожи. В той же самой Государственной Думе тоже много, я позволю себе так вот назвать, этих людей, выходцев из Приднестровья, с кем вы сотрудничаете и помогают ли эти приднестровцы нам? Учитывая то, что организация у нас аполитична, мы не принадлежим какой-либо политической структуре и не входим в какие-то отношения, где нас закабалят, и мы будем нести только идеологию той или иной партии, общаемся с представителями разных партий. В принципе, мы намерены подписать в этом году соглашение с представителями всех фракций, и именно с руководителями фракции, о чем уже проведен ряд бесед, о том, чтобы мы могли доносить до них ту информацию, которая на самом деле, то есть о той ситуации, которая происходит в республике, является наиболее актуальной сегодня, чтобы она была не исковеркана, и преподана, то есть чтобы они ее могли преподносить более правильно и практически из первых уст. Для того нам и нужен здесь филиал на территории республики, чтобы знать все и сразу, из первых уст. Спасибо большое, Владислав Борисович, за то, что вы представляете интересы приднестровцев в Москве, и мы желаем вам всего самого наилучшего. Да, спасибо. Это был проект «В центре», в студии работал Сергей Брага. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин